В четверг акции повысились после того, как подъем цен на нефть перебил смешанные данные по экономике США, в том числе еженедельные новые заявки на пособия по безработице, которых было всего 278 тысяч, что на 3 тысячи меньше прогнозируемого, но зато на 11 тысяч выше предыдущей недели. Тем временем несельскохозяйственное производство упало на 1,8% в четвертом квартале, и торговый дефицит США подскочил в декабре на 17,1%, до 46,6 млрд долларов, что представляет собой высший уровень с ноября 2012 года. Доллар под давлением. Пара евро против доллара повышена на 0,84% и стоит 1,1430. Пара достигла первой цели 1,1435 и продолжает повышаться над новой линией поддержки 1,1360. Пара британский фунт против доллара США повышена на 0,81% и стоит 1,5292. Пара достигла первой цели 1,5270 и продолжает повышение. Доллар США против японской иены повышена на 0,15% и стоит 1,1742. Пара отражает отскок, но находится ниже уровня сопротивления 1,1765. В фокусе у аналитиков пара евро против японской иены. Пара прорвалась над линией сопротивления 1,133,85 и продолжает повышаться. Если 1,133,05 будет держаться в качестве линии поддержки, возможно дальнейшее повышение до уровня 1,134,90, а дальше до 1,135,40. Металлы под давлением. В фокусе у аналитиков золото. Оно продолжает понижаться. 20-часовая скользящая средняя снижается и действует в качестве линии сопротивления. Покуда уровень 1,274 не пробит, можно ожидать дальнейшего понижения до уровня 1,1252 и 1,134. Серебро понижено на 1,7% и стоит 17,10 за тройскую унцию. С вами был Даниил Векслер. Вы смотрели Trading Central Web TV.